Король Лир и Антиопа, Каин и Авель, Пушкин и Шекспир. Настоящее царство образов, красок и стиля. В экспозиции художественного музея полсотни работ. Картины, плакаты, эскизы на темы театра, религии и искусства. На открытии выставки самые близкие люди Юрия Никифорова. Семья, друзья, коллеги. В этом году мастеру исполнилось бы 85. Конечно, он для меня был не художником, он для меня был, конечно, папой. Мне, наверное, очень повезло, потому что раз в пять лет я встречаюсь со своим отцом. Каждый раз. И похоже, что я его каждый раз узнаю заново. Здесь представлены работы разных лет, как графические, так и живописные. Есть и ранее неизвестные, студенческие. Их собрала и восстановила старшая дочь автора. В полотнах мастера практически вся мировая классическая литература. Различные пласты культуры и вечные темы. Те, что волнуют каждого. С высоты моих лет я много художников видел за свою жизнь. И во многих странах был, видел. Но вот такой мощи, такой экспрессии, может, ни у кого я больше не встречал, как у Юрия Ивановича Никифорова. И при всем при том, это был добрейший человек. Он говорил об этих работах сложных, виртуозных. Он так шутя говорил. Это я, говорит, мизинцем левой ноги за полчаса сделал. Ирония, богатство души его, любовь к ученикам. Это просто потрясающий человек. Юрий Никифоров – мастер многофигурной картины и монументальной росписи. Его персонажи характерны и эмоциональны. В полотнах динамика и сложные ракурсы. Глубина и скрытая мощь. Работы интеллектуально заряжены. Требуют знаний и эрудиции для их прочтения. Старый паяц – один из последних автопортретов художника. Здесь он представлен в роли опустошенного Петрушки на сцене жизни, уходящей вглубь бесконечности. Картина написана темперными красками на ДВП в 1988-м. Интуиция, подкрепленная острым умом, мудрость и созидательность, проникновение в тайны вечной души – характерная черта творческой манеры Юрия Никифорова. Хорошее знание анатомии создает технически совершенные рисунки, поражающие полной свободой и раскрепощенностью линий. Я во многих музеях мира, в Европе, в австрийских и немецких музеях, в русских музеях, в Нижнем Новгороде, в Москве. Это уровень тех музеев. Многие мозаичные панно, которые украшают здания Бобруйска – дело рук Юрия Никифорова. Пример тому – корпус Аграрно-экономического колледжа, оптика на Минской, больница имени Марзона, машиностроительный завод. Мастер кисти ушел, но его творения продолжают жить. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск-360.